На аэродроме Бобровка Кенельского района такого еще не было. Вместо взлетов и посадок самолетов и вертолетов готовится запуск ракеты. Экспериментальный, почти двухметровый вариант летательного аппарата на твердом топливе сделали студенты Конструкторского бюро Самарского научно-исследовательского университета имени Сергея Королева. Воплотить мечту в жизнь им помогало руководство завода «Прогресс». За подготовкой и запуском ракеты они наблюдали вместе с ректором вуза. Студенческое конструкторское бюро в Самарском научно-исследовательском университете заработало 10 лет назад. Французское космическое агентство пригласило вуз поучаствовать в фестивале студенческих разработок в сфере космонавтики. Так технический кружок по конструированию самолетов превратился в ракетостроительный. Эту ракету капелла МЛ студенты от начала до конца придумывали и собирали сами. Ученые ракетно-космического центра «Прогресс» готовы уже сейчас взять их в свою команду. На создание экспериментальной ракеты ушло 9 месяцев. Она состоит из трех частей. В верхней находится бортовая электроника. В центре парашютная система возвращения на землю. В хвосте двигатель и стабилизаторы полета. Ракета должна была взлететь на двухкилометровую высоту и приземлиться. Все задачи были выполнены на отлично. Радуются молодые конструкторы. Все, что хотели, реализовали. Полетела она по расчетному. Апогей составил порядка 1700 метров. Так что в целом, да, все. Все как планировалось. Я наблюдал за полетом в основном по данным телеметрии. То есть я ориентировался на цифры и флаги, потому что они дают больше информации, чем визуал. И в принципе по ним все проходило штатно. Подготовка ракеты к взлету проходила полтора часа. Ее запуск и возвращение на землю с помощью двухступенчатой парашютной системы телеканал Самары ГИС транслировал на свой сайт и в социальные сети. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров, Николай Епифанов. События.